В Белгороде представители некоммерческих организаций региона собрались на тренинге «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов». В том, что участники на таких мероприятиях узнают для себя много нового, убедился наш корреспондент Виктор Апальков. Но если вы пока еще не побежали определить для себя границы, за нее не уходить, это получает шанс существенно. Спикер объясняет собравшимся, казалось бы, простые вещи, о которых многие представители некоммерческих организаций почему-то забывают. Не нужно сразу стараться получить президентский грант на 10 миллионов рублей, если проект тянет максимум на 3. Лучше синиться в руках, но участвующие в конкурсах постоянно совершают одни и те же ошибки при оформлении заявки. Конкретизация, ее не хватает. Очень часто формулируются заявки именно в расплывчатый образ, что мы будем обучать, мы проведем мероприятие, на которое придут люди. От того, что люди пришли на мероприятие, непонятно, что у них в жизни изменится. А важна именно конкретность помощи, которую собирается организация оказать. Подготовить заявку на президентский грант довольно просто. Так говорят те, кто постоянно участвует в конкурсах. Это как написать курсовую работу. Сложнее, чем школьный реферат, но легче, чем диплом. Важно просто разобраться во всех нюансах, понимать, на какую аудиторию рассчитан будущий проект. Создать, например, кружок юного техника несложно. Но если никто из детей в итоге так и не поступил на подготовительные курсы в ВУЗ с инженерной специализацией, то деньги на обучение были выделены зря. Попросту выброшены на ветер. И на данных тренингах об этом говорят. Даже те, кто уже получал президентский грант, открывают для себя какие-то нюансы. Для нас такие обучающие семинары очень важны. Потому что, несмотря на то, что мы и были уже победителем конкурса фонда президентских грантов, но каждый раз, посещая семинары, открываешь для себя что-то новое. Ты видишь свои ошибки, на которые нужно обратить внимание и при написании следующих проектов, чтобы не допустить их. В прошлом году победителями конкурса фонда президентских грантов стали 33 некоммерческие организации региона. В этом уже 53. Им выделено более 63 миллионов рублей. А прием заявок на следующий год уже в разгаре. До 25 ноября 2019 года еще есть время, чтобы подать в фонд президентских грантов проекты, претендующий на финансирование с 1 марта 2020 года. Виктор Апальков, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.